Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш эфир. Говорят, первый балл на Руси состоялся на свадьбе Жедмитрия и Марины Мнишек 8 мая 1606 года. Потом о них забыли, и до конца XVII века ничего похожего на баллы в России не существовало. Возобновил их Петр I, и с тех пор они стали любимыми и почитаемыми. В 2013 году в нашем городе родился проект «Севастопольский офицерский бал», который представил жителям и гостям города-героя невероятно красивую возвышенную феерию. С тех пор ежегодно в антураже каменной кладки легендарной Михайловской батареи звучат мелодии вальса, мазурки, кружатся пары, сияют драгоценности, блестят глаза прекрасных дам и благородных кавалеров. 11 июня. Севастополь. Приглашаем вас стать участником самого яркого события года. Четвертый, большой, Севастопольский благотворительный офицерский бал. Герой нашего времени. Офицерские и гражданские пары со всей России. Героизм, вдохновленный любовью. Танцевальные навыки не важны. Мы научим танцевать всех. О том, какие сюрпризы ждут участников Севастопольского благотворительного офицерского балла 2017, мы говорим сегодня с руководителем проекта Екатериной Графодатской и художественным руководителем проекта Севастопольский офицерский бал Дмитрием Платовым. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Прошло 4 года. Наверное, уже сложилась своя история. Накоплен какой-то опыт. Расскажите об этом подробно. Да, на самом деле большое счастье, что уже четвертый год, четвертый раз этот проект проходит. И для нас, я признаюсь честно, это большое достижение. И каждый раз это чудо. Потому что сам формат, бальный, как ни странно, в нашем мире, несмотря на его такую красоту, да, и те ассоциации, которые он вызывает у всех, сам формат, он уже непривычен. И поэтому его вносить в современную жизнь достаточно тяжело. Поэтому каждый раз мы думаем, что, господи, наверное, все больше мы это не выдержим. Это, наверное, последний раз. Но потом понимаем, что без этой традиции, а мы действительно мечтаем, чтобы это было традицией, Севастополя уже не видим ни свою жизнь, ни надеясь, жизнь города Севастополя тоже, она уже будет без балла не той совсем. Если говорить об истории проекта, что хочется сказать, что он растет. Он растет как ребенок, как что-то очень молодое, свежее. Мы проходим такой долгий путь каждый раз, пока готовим проект, потому что стараемся постоянно брать какие-то интересные задачи на себя, покорять вершины для себя каждый раз новые. И поэтому этот путь, он очень осязаемый. Я думаю, и для участников балла, и для всех, кто когда бы то ни было на нем был в том или ином ключе, гостей события. Ну и поэтому, что хочется отметить в плане истории проекта, что четвертый балл, он будет особенным, потому что снова мы берем необычную тематику, снова литературную, герой нашего времени в этом году, о которой мы расскажем еще подробнее. Ну а самое главное, расширяется спектр участников. То есть уже в прошлом году это было действительно совершенно таким неожиданным для нас скачком, я бы так назвала. У нас присутствовали, во-первых, три флота российских. То есть всего на баллу было четыре флота Российской Федерации, Черноморский флот, Балтийский, Северный, Каспийская флотилия. То есть это впервые в истории четыре флота встретились на паркете, офицеры с супругами. То есть это, конечно, исторический совершенно момент, историческая веха, которая станет такой, ну, действительно точкой в истории проекта, яркой. В этом году мы надеемся, что к нам присоединятся также Тихоокеанские флоты. Таким образом, абсолютно все флота России у нас будут присутствовать. Ну и, конечно же, гости. Гости приезжаются. Все России уже в прошлом году к нам приезжали из самых разных городов, даже из Владивостока приехала пара. И это большое счастье, потому что изначально проект задумывался именно как доказывающий то, что Севастополь может быть форпостом именно культуры, военной культуры. И очень надеемся, что, конечно, этот балл станет очередным шагом к тому, чтобы это реализовать. Дмитрий, вы как художественный руководитель, вы реализуете задачу, которую вам ставят ваши коллеги, или каждый раз вы балл переживаете и оформляете по своему усмотрению, по своей задумке? Знаете, я хочу сказать, что у нас большая очень команда. У нас, конечно, есть, скажем так, вдохновитель. Наш автор проекта — это Татьяна Графодатская, вместе с которой мы задаем вот это направление, по которому мы впоследствии будем двигаться. Ну а дальше уже команда хореографов разрабатывает концепцию, что мы будем делать. Ну, на самом деле, мы уже много раз говорили, что из этого можно сделать отдельный фильм, сама подготовка к баллу, потому что, конечно, взаимодействие совершенно разных людей. Это оркестры, это видеографы, это, естественно, хореографическая часть, это режиссеры, это сценаристы. То есть вот со всех сторон все объединяются, и эта команда на самом деле может сделать все. И вот момент создания, момент вот этого творчества, он бесценен, потому что повторить это невозможно, предугадать, что там будет невозможно. И вот этот момент рождения, когда рождается все, что потом мы видим в итоге как бал, ну, это очень интересно. Я всем хотел бы, конечно, пожелать пережить когда-то такое, чтобы что-то в их жизни состоялось, вот такое вот рождение, и финал апогей у нас — это бал. — Если я не ошибаюсь, три месяца готовятся пары, да? Расскажите, вот как идет подготовка, кто с ними работает, что это за люди, которые учат? Ведь приходят не все, понимаешь, вот сразу «ах» и полетели по паркету, а люди, в общем-то, наверное, очень разные. — Ну, расскажу, начну, по крайней мере. На самом деле у нас уже сейчас составился такой список наиболее часто задаваемых вопросов и аргументов. И вы очень правильно отметили про танцевальную подготовку, потому что когда мы кого-то приглашаем, либо первый раз общаемся с людьми, нам звонят и рассказывают о том, что хотели бы поучаствовать, то первая фраза, которую все говорят, вот в 99% случаев, «но я не умею танцевать», или «я вообще никогда не танцевал», или «я очень хочу пойти, но я же не танцор, я не танцую». И поэтому, пользуясь случаем, еще расскажу, что у нас бал, мы же даже смеемся, говорим для тех, кто не танцует, потому что мы всему учим. И люди приходят к нам чаще всего с нулевой подготовкой и, в принципе, для себя вообще открывают эту сферу жизни, потому что это именно не какое-то хобби, это не занятие, это сфера жизни, это такой культурный, красивый отдых. Приходят люди самые разные, то есть абсолютно разных профессиональных направленностей, как у нас есть, и студенты приходят, и бизнесмены, и педагоги, учителя, у нас вот тоже есть пара занимается, то есть вообще абсолютно разные профессиональные направленности. Ну и, конечно же, самый главный симбиоз, который, мне кажется, репетиции делает такими, вот то, что Дима правильно очень сказал, незабываемым таким процессом, это именно объединение военного и гражданского общества, что как раз составляет суть проекта, потому что у военнослужащих своя специфика, свое, в общем, мироощущение, устройство, это люди чаще всего в порядке, это люди, которые, ну, на самом деле, если говорить вот от души, то я считаю, что военнослужащие помогают нам самим каждый раз по-новому смотреть на бал, потому что это люди, которые действительно знают цену жизни, они узнают ее не понаслышке, да, их работа заключается в том, чтобы это понимать, осознавать, и поэтому они во все репетиции у нас привносят какую-то вот такую жажду этой жизни, жажду красоты, жены офицеров, это всегда для нас отдельная такая абсолютно каста людей, не побоюсь этого слова, потому что это девушки с горящими глазами, которые безумно счастливы, что им удается, да, со своими супругами вот провести время, провести время в таком прекрасном ключе, потому что они, конечно, их очень мало видят, наверное, как сейчас и все жены работающих мужей, но, конечно, сделать особый реверанс хочется нашей команде хореографов. Дмитрий один из ее ярких представителей, у нас четыре хореографа, блестящих совершенно, из них два заслуженных артиста Крыма, Олег Станичук и Дмитрий Сильченко, у нас прекрасный совершенно хореограф Александр Вишневецкий, ну и Дмитрий Платов. И что интересно, сама команда хореографов, она представляет такой симбиоз, у них у каждого свой абсолютно подход к людям, и у каждого из них какой-то есть ключ, который открывает ту или иную дверь, потому что задачи на самом деле разные, это такая психологическая работа, кто-то зажат, а кто-то, не знаю, хочет очень пообщаться. Для этого, например, у нас Александр Вишневецкий, он всегда умеет поддержать диалог, люди расслабляются и открывают себя с какой-то такой новой грани. Ну, то есть, это, конечно, большая работа, и что хочется действительно отметить, помимо творческого процесса, который мы переживаем каждый раз, этот творческий процесс переживают все участники. Вот эти три месяца подготовки, говорят ли, это маленькая жизнь, мы можем смело сказать, что балл — это маленькая жизнь, потому что люди проходят, ну, вот в хорошем смысле этого слова, революцию, они становятся абсолютно другие после бала, уже на балу, это вообще вот другие лица, горящие глаза, смелая какая-то такая подача себя в хорошем смысле именно этого слова. Поэтому, конечно, наши хореографы, я не буду это никогда уставать повторять, они творят действительно чудо, абсолютно чудо. Я знаю, что подготовка идет не один, два, три танца, а значительно больше. Неужели это вообще возможно? Вы знаете, у нас, да, такой подход, что мы, во-первых, всегда говорим, пожалуйста, придите на одну репетицию, и вы поймете, что возможно все. Потому что за одну репетицию вы можете освоить, например, от четырех до шести танцев. Дальше есть уровни программ. Просто каждый сможет постигнуть свое количество танцев. Вот сколько вы возьмете, столько вы на балле станцуете. Чем больше желания, больше возможностей приходить, вы будете всего лишь участвовать в большем количестве танцев. Все зависит от вашего желания. Есть пары, которые приходят и говорят, мы выучим три танца и будем танцевать эти три танца. Вы знаете, они учат три танца на первой репетиции, а потом они говорят, мы хотим ходить больше, чаще. И чаще всего, чаще всего загораются люди. Они, им становится это интересно. Я думаю, что это просыпается такой здоровый азарт, когда очень хочется, и вот рядом пара знает десять танцев, а ты еще знаешь восемь, ты учишь еще, и столько же выучить этого уже мало. Хочется выучить больше, хочется сказать друзьям. И вот этот вот азарт, он на самом деле постепенно и начинает как магнит притягивать новых участников. Вот в этом году гораздо раньше мы начали репетиции, пришли уже достаточно, большое количество и гражданских пар пришли, и они приводят друзей, они приводят знакомых. А так как у нас проходят репетиции вот у нас на Большой Морской, и люди, просто пришедшие в кафе, мы также привлекаем их, говорим, просто спускаетесь, они спускаются со второго этажа и начинают также участвовать в этих репетициях. То есть это абсолютно на самом деле в хорошем смысле заразное дело, которое вот люди прям начинают сплачиваться в этом. Танец, танец привлекает, и всем хочется в этом участвовать. — Первый, 2013 года, бал сразу привлек внимание тем, что он объединил два флота. В этом году что будет впервые на этом балу? — Что будет впервые на этом бале? Ну, во-первых, да, 2013 год — это такая наша историческая точка, которая стала исторической в прямом смысле этого слова, неожиданно для нас даже потом. Что будет впервые на этом бале? На самом деле художественная концепция у нас никогда не повторяется. И в этот раз мы взяли литературную тематику героя нашего времени, но в более широком смысле. Что я хочу этим сказать? Что мы, естественно, берем произведение Михаила Юрьевича Лермонтова как основу, но само выражение героя нашего времени мы используем в прямом смысле слов, находящихся в этом выражении. Что это значит? У нас будет 8 героев, 8 литературных персонажей. Каждый из персонажей представляет свою эпоху, представляет какой-то набор качеств, которые необходимы для жизни, необходимы для... Вот именно у нас просто там такая завязка, очень интересная. Без Золушки на бале нельзя обойтись. Вот у нас тоже будет Золушка, которая как раз ищет героев, которые помогут ей попасть на бал. И как раз каждый из этих героев будет нести что-то свое, какую-то составляющую характера, которая в итоге поможет сделать бал. Бал как символ вообще жизни, потому что в нем есть все. И в этом году впервые у нас будет как раз такая история с несколькими литературными персонажами. Они все разноплановые, разнохарактерные. Ну, расскажу, кто это, чтобы понятно было, насколько у них такой широкий диапазон. Это, конечно же, и Печорин, это Ястап Бендер, это Иштирлиц, Андрей Балконский, Евгений Онегин и Гамлет и Дон Кихот. То есть такая яркая плеяда героев. И вот они все будут именно объединены в такой одной литературной, драматической, танцевальной завязке. Ну и, конечно же, они выходят не одни. У каждого героя будет танцевальный номер, который как раз с участниками мы ставим. То есть мы все будем частью вот парада этого героев. И что еще хочу сказать, конечно, чтобы сохранить интригу, но тем не менее у нас в этом году будет несколько номеров, посвященных именно событиям ушедшего года. Это будет понятно попозже. Не буду пока раскрывать карты. Ну и, конечно же, будет один номер, который будет посвящен столетию революции. Потому что нельзя обойти этот исторический такой рубеж сейчас. Конечно же, мы, как люди, которые очень хотят взять лучшее от каждой эпохи, через которую Россия прошла, то, конечно же, мы эту тему тоже затронем. И я думаю, что это будет такой яркой точкой Бали, потому что очень душевный, очень глубокий получается у нас номер. А как изменяется год от года количество пар? География, вы уже сказали. Может быть, вы поддерживаете какие-то отношения с другими организаторами в других городах? Я знаю, что подобные мероприятия проходят в разных городах нашей страны. Да. Что касается количества участников, оно неуклонно растет. Это не может не радовать. Хотя до сих пор мы боремся с огромным количеством стереотипов. В частности, балл — это не для меня. Когда мы спрашиваем, что вы в это вкладываете, что вы имеете в виду, люди никогда не могут ответить. Потому что у всех ассоциации с тем, что балл — это что-то такое далекое от современной жизни. И вот эта идеологическая работа, я по-другому ее назвать не могу, которая заключается в том, чтобы объяснять, что вы абсолютно каждый человек может в лучшем своем виде со своим спутником или спутницей перейти на балл и просто прекрасно провести вечер. То есть это не имеет ничего общего с какими-то классовыми историями или с какими-то подоплекой, которая за баллом тянется. Есть еще много предрассудков. И, слава богу, неуклонно количество людей, которые это понимают, что на самом деле очень доступно и просто нужно сделать шаг и открыть для себя новый мир, из которого потом уже выйти невозможно. Он растет. И в этом году у нас... Ну, набор-то продолжается. То есть пока подводить итоги рано по количеству. Но по сравнению с прошлым годом, учитывая, что у нас сейчас остается чуть меньше двух месяцев, у нас уже достаточно много пар. Я говорю в первую очередь о гражданской колонии, потому что она всегда самая такая трепетная для нас. Это как раз... Ну, если флот своим авторитетом и своей такой героической составляющей поддерживает именно культуру, за что огромное спасибо Черноморскому флоту, то мы не всегда это не устаем повторять, то нам, конечно, очень не хватает. На самом деле у гражданского общества тоже какого-то такого лидера мнения, который тоже людям объяснил, что это нужно, что попробуйте, это здорово. Поэтому это процесс такой поступательный, но людей все больше и больше и больше. Поэтому я думаю, что в этом году участников будет точно совершенно больше, чем в прошлом году. Ну, а что касается таких вот изменений, в плане состава, тоже очень хочется отметить, что люди совершенно разного возраста приходят. Это вот большая радость, потому что балл — одно из немногих событий, где мы именно не в зрительской зоне сидим, а главные герои вообще всего происходящего. И балл объединяет поколение. То есть у нас приходят даже семьями. У нас сейчас есть вот несколько таких участников, которые муж, супруги и их дети, которым уже там 18-19 лет. То есть и юноши, девушки. То есть совершенно разный такой разброс возрастной, что, конечно, не может не радовать, потому что так и должно быть. Мы должны встречаться вместе. Хотя в своей основе Севастопольский офицерский бал несет такую благородную миссию помощи тем, кто наиболее в ней нуждается. Вот расскажите, кому вы помогли за эти три года, оказали помощь? Если говорить про каждый проект, то есть каждый раз выбирается направление благотворительности разный. Во время первого офицерского балла это была именно 35-я береговая батарея. Мы как раз вкладывали ресурсы после балла, которые были собраны на то, чтобы способствовать тому, чтобы она развивалась и дальше. Дальше, во время второго офицерского балла и третьего мы взяли все-таки за основу, конечно, адресную помощь детям. Особенно для меня это такая душесчипательная тема. Я считаю, что нужно помогать особенно людям талантливым, детям талантливым. Поэтому каждый раз сейчас мы ставим своей целью находить именно талантливых детей, одаренных, которые по тем или иным причинам. Либо в силу финансовых возможностей, либо в силу ограничения каких-то по здоровью. У них есть какие-то препятствия к тому, чтобы реализовать именно свой талант, свои способности. В прошлом году, например, мы купили музыкальный инструмент для детей, которые как раз хотят заниматься. Каждый раз у нас это вручение происходит на торжественном приеме после балла. То есть мы приглашаем. Видно всех детей, всех людей, которым мы помогаем. И в этом году та же самая у нас история. Мы выберем четырех деток из малоимущих семей, деток с ограниченными возможностями здоровья. И как раз будем адресную помощь им собирать. Мы в этом году хотим, чтобы люди прочувствовали этот момент, что это не какая-то абстрактная история, просто фонд, какие-то перечисления. Мы сотрудничаем с фондом Корсунь, который нам помогает этих детей найти. И который помогает нам придумать именно благотворительную программу наиболее правильно. Мы пока в этом, конечно, еще не так успешны. Мы каждый раз развиваемся, сейчас придумываем все новые такие вот какие-то находки, потому что тема очень тонкая. На самом деле благотворительность это какая-то вещь, которая, на мой взгляд, должна быть абсолютно очевидной. А у нас мы сталкиваемся с тем, что какое-то есть вообще недоверие. Почему-то есть недоверие, что благотворительность... Вы знаете, в прошлом году мы с вами по итогам балла беседовали, сказали, что на благотворительность собрали всего 65 тысяч. А с чем это связано? Ведь билеты у вас очень дорогие. Это все-таки для богатых людей мероприятие. Это очень, кстати, вы правильно затронули тему, которую как раз я тоже хотела сегодня о ней поговорить, потому что она связана как раз с одними из предрассудков, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Чтобы понять вообще этот расклад, надо для начала понять форму финансирования проекта. Нам, признаюсь, очень льстит то, что из-за того, что мы занимаемся именно балом, а бал всегда ассоциируется с роскошью, с какими-то балы-красавицы, юнкера, меха и бриллианты, то у людей возникает такое ощущение, что если мы делаем бал, значит, мы вот так же купаемся в роскоши, выбираем платье или какую-нибудь норковую шубу нынче одеть. Это на самом деле достаточно забавно, учитывая реалии, потому что севастопольский офицерский бал задуман, реализуется и живет как проект гражданской солидарности. Что это значит? Это значит, что, если говорить простым языком, он реализуется в складчину. То есть он реализуется благодаря объединению ресурсов самых разных направлений. Это как частные какие-то вложения. Я билеты отношу к такому же формату. Так, государственные структуры, какие-то компании. Более того, у нас бывали случаи, когда люди, меценаты, я их все равно так называю, хотя они часто по скромности с этим спорят, просто какую-то сумму, какую они могут, дают проекту, даже не присутствуя на бале, просто говорят, вы делаете большое дело, удачи вам. Скажу, что ни разу еще у нас бал, если говорить именно о балансе, не выходил даже в ноль. Мы все время работаем в минус. То есть все ресурсы, которые мы собираем в качестве сборов за билеты, идут на организацию бал. Поэтому благотворительная программа, которая реализуется на проекте, она... Вот видите, мы даем площадку для того, чтобы люди в этом поучаствовали. Смогли себя реализовать вот в этом направлении. Да, более того, мы каждый раз обращаемся, говорим, если есть какие-то идеи, как это сделать лучше, как привлечь больше финансирования, мы будем безумно благодарны. Мы в этом смысле очень открыты. Но хочется отметить, что вот именно финансовая составляющая, она какой-то является таким камнем преткновения. Я поняла, почему. Мы недавно вообще анализировали вопросы, которые нам задают. Потому что люди не верят, что можно начинать проект, как, например, был начат первый бал, подготовка к нему, не имея точного понимания, за какие деньги это будет делаться. Мы каждый раз делаем именно так. То есть мы каждый раз надеемся на чудо, может быть, это какая-то глупость в современном мире. Но если бы мы вот так не действовали, если бы мы каждый раз ждали, учитывая, что вообще это новая, на самом деле, еще такая история, ждали каких-то гарантированных источников финансирования, баллы бы еще ни разу не состоялось. У нас бы не делались предложения на баллы, у нас бы не рождались дети уже, которые там тоже имеют историю именно бальную. Поэтому мы рискуем, мы этому верно служим. И я вам скажу честно, что пока что нам проект именно финансовый дается космически сложно, потому что это вложение личных ресурсов и финансовых, и трудовых, это бесконечность совершенно. Сейчас я уже к этому спокойно отношусь, у меня уже вся гордость ушла, это все уже для меня нормально, потому что я знаю, что за бравое дело мы стоим, поэтому тут нет места никаким личным каким-то амбициям. Да, если вы знали, сколько я каждый год обхожу кабинетов, к каким компаниям мы обращаемся, ну к севастопольским, ко всем, я думаю, я даже не знаю, остались ли компании, к которым мы не обратились, госструктуры. Мы пишем такое количество писем, что я могу смело сказать, что нет в России ни одной государственной структуры, к которой мы не написали, не обратились за помощью, потому что на билеты, вот если говорить про билеты, да, про стоимость билетов, ну это не окупает даже одно пятый балл, это один из носов. Ну балл это всегда была, в общем-то, привилегия, скажем, ну не широкого, говорить о доступности балла, наверное, и в те времена нельзя было, и сейчас тоже, как бы, ну, наверное, было бы странно. Единственное, что вот у многих, наверное, как и у меня балл, это сразу, вот вы уже сказали, золушка, да, у вас будет на баллу золушка. А вдруг когда-нибудь у вас на баллу будет какая-нибудь девочка из детского дома, которой вы сделаете такой подарок, и она будет принимать участие у вас в ваших мероприятиях. Абсолютно, это абсолютно реально, более того, мы еще, по-моему, ни разу никому не отказали, когда к нам обращались люди, которые говорили, есть вот такая прекрасная семья, можно они поучаствуют или, понимаете, то есть смысл в том, что те же самые билеты, мы на них не зарабатываем, на это делается балл, поэтому говорить о том, что, ну, то есть, золушка, более того, мы вообще хотим, чтобы в Конституции было прописано, что каждая золушка имеет право на балл. Если расширять это, то каждая, да, и на принц, то каждая женщина имеет право на балл, каждая девушка имеет право на балл. Поэтому, дай бог, чтобы у нас получалось, и я для этого делаю все возможное, не одна я, вся наша команда, чтобы мы собирали такое количество ресурсов, чтобы вообще со временем делать этот балл, я не знаю, практически, да, бесплатным. Хотя тут тоже такой тонкий момент насчет бесплатного. Я не знаю, как это работает в современном обществе, но люди к бесплатному относятся очень... Подозрительно. Нет, даже я бы не сказала, что подозрительно. Нет, безалаберно. Почему-то безответственно, да. Почему-то, вот, к сожалению, у нас именно тоже есть такая история, что финансовый вклад для людей сразу является каким-то таким гарантом того, что так, значит, надо ходить на репетиции. Ну, я же все, я же сделал вклад, я участвую. Ну, это, повторюсь, такая шаблонная сейчас история. Можно, знаете, больше активизировать работу после балла. Вот, знаете, как говорится, рассказывать о том, что вот балл прошел, что вот у нас действительно вот эти люди, которым мы оказали помощь, чтобы, может быть, здесь средства массовой информации не дорабатывают, чтобы севастопольцы знали и потом думали, ой, я же тоже мог, а что ж я отстоял со стороны и уже как бы пробуждать вот эти вот... Я с вами абсолютно согласна. Вообще хочу отметить, что мы не считаем себя пока никакими гуру, мы учимся. Как вы видите, у нас молодая команда, в большинстве своих у нас мало. И поэтому вот эти все вещи, они, конечно, приходят постепенно, да. Вот у нас каждый год какие-то возникают новые понимания, новые какие-то идеи. То есть мы всегда безумно благодарны за советы, за какие-то вот наставления, потому что мы, как все молодые люди, хоть мы и кажемся такими пробивными, на самом деле нам очень страшно и нам очень нужна поддержка. Поэтому вот действительно работа после бала, я абсолютно с вами согласна, мы будем в этот раз вообще, я думаю, делать прям открытую историю, то есть вот провели вот итоги, вот лица, вот, чтобы это все действительно с мином в этом, я надеюсь, помогут, потому что это очень важно. И хочется сказать, что работа после бала должна быть... Главное в том, чтобы балы не прекращались, потому что один раз в году, конечно, это очень мало. Поэтому дело межсезонное событие... Феерию дважды, это, наверное, нужно... Во-первых, мы не выживем сами, я абсолютно с вами согласна, мы и так уже находимся на такой... Я знаю, что один год вы немножечко сдвинули, обычно вы ко дню города, да, стараетесь проводить, а было как-то осенью, потому что, ну, не успевали, там были какие-то свои сложности. Я расскажу там просто такая история, у нас никогда ничего не повторяется, не знаю, каждый раз как первый раз. Более того, мы по глупости, наверное, душевной думаем, ну вот сделали уже, допустим, первый раз мы думали, мы же сделали первый балл, все увидели, мы сейчас придем, и нам скажут, господи, какая прекрасная идея. Нет, надо каждый раз все доказывать заново, проходить какой-то вот этот путь такой. Поэтому все, на самом деле, каждый раз зависит от согласований, да, с структурами, которые задействованы в бале. И у нас один раз был балл осенью, это второй балл, потому что очень долго согласовывалось вообще именно событие в тот год. Именно в тот год мы, честно говоря, тогда очень переживали, стоит ли его делать, потому что оставалось полтора месяца. Мы сделали этот балл второй за полтора месяца, а у меня тогда было стойкое такое ощущение, что если вот мы не сделаем его в 2015 году, то вот никогда не сделаем. Вот какое-то внутреннее такое... У нас осталось 30 секунд, я хочу пожелать вам удачи, потому что это феерия, этот праздник, конечно, это украшение Севастополя, севастопольского лета, это стало уже действительно такой прекрасной севастопольской традицией. Спасибо. Удачи вам. Ждем всех. Уважаемые телезрители, это была программа «В контексте». Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова